Друзья, приветствую! Вячеслав из Ростовской области прислал посылку с образцами масла Shell Helix Ultra 540. Это полнозольное масло из топовой линейки Shell Ultra. Это масло сделано из газа, GTL, база. Так, значит, из двух разных автомобилей, сейчас покажу вам описание. Первый автомобиль это у нас бензиновый Touareg 3.6 FSI. А второй автомобиль это Ford Ranger 2.5 турбодизель с таким приличным уже пробегом. Вот описание, условия эксплуатации. Ну и две баночки отработки. С Вячеславом мы согласовали. Я использую для сравнения вязкости образец, который есть у меня, такого же масла. Давайте приступим. Первым я проверю масло из Volkswagen. Объем масляной системы 6.9 литров, 6.8 литров, 6.9 литров, пробег 110 тысяч километров, пробег на масле 10 тысяч километров. При средней скорости 23 километра в час я посчитал, так 434 примерно моточаса. И после 6 тысяч километров по 100 грамм на 1000 потребляет автомобиль. Значит, смотрите, противоизносных присадок 72 процента, хороший уровень. Ну, это атмосферка. Вот гликоли нет, нитрование на высоком уровне. Нитрование, напомню вам, кто не знает, это забитый воздушный фильтр. Мотору тяжело лишать. Катализатор тоже, это уже на выдохе тяжело. Или прорыв картерных газов, такие основные причины. Здесь что-то из этого, скорее всего. Ну, высокий достаточно уровень. Так, сажи 0,03 процента. Хороший, ну, такой приемлемый уровень для такого пробега. Вот, нарастает кислотная 3,29 на полторы практически единицы. И 6,2 на щелочное. Запас еще есть. В общем-то, масло неплохо справляется. Даже, я бы сказал, хорошо. Вот, но единственное, как бы, это уже скорее вопрос к мотору, там, к фильтру, может быть. Вот, сейчас часто ставят фильтры для тяжелых условий с поролоновой такой прокладкой. И она быстрее забивается. И я думаю, что это тоже может влиять очень негативно. Сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью в данном автомобиле. Да, образец вот свежего. Другой подписчик присылал. И посмотрите, шикарный результат. Я считаю, практически неизменная вязкость. Ну, минимальная. То есть, в принципе, по форсункам там вопросов нет. Мотор не льет масло. Или перед сливом была трасса, когда все прогрелось и выпарилось. Ну, в общем-то, по вязкости нет вопросов. Следующий образец. Значит, это Ford Ranger 2007 года. 2,5 турбодизель. Объем масляной системы 7 литров. Пробег 350. Я так думаю, что плюс-минус. И вот такая же средняя скорость. И тоже долита. Ну, плюс еще здесь добавлена была присадка StopTech. Так, и смотрите, что получается. Противоизносных присадок 130%. Ну, это однозначно. Это вот сажа. Видите, 1,23 сажа. Много сажа. С сажей попадает противоизноска из топлива. Нитрова не нарастает. Но только-только она вошла в зону предупреждения. Опять же, противоизносная присадка из топлива дает подскок по-кислотному. 5,6,6, по крайней мере, так видит это. Ну, это часто уже. Ну, такая картина была. Когда много сажи, много растет кислотное число. Ну, и, естественно, такое высокое кислотное прибивает щелочное. То есть щелочное тратится на нейтрализацию кислоты. Но, тем не менее, когда ее очень много, прибивается и щелочное. Там 4,3. Масло, в общем-то, сработалось. Но здесь, повторю, я думаю, что оно выдержало его больше. Но здесь проблема сажей и попадания противоизносных присадок. Что видно по уровню их. То есть уровень противоизносных на 30% выше, чем в свежем масле. Ну, очевидно, откуда она попадает. Так, значит, образец из форда по вязкости. Да, здесь видим небольшое разжижение. Но, тем не менее, я хочу сказать, что это приемлемый уровень для средней скорости 23 км в час. То есть абсолютно нормально. Скорость не такая высокая. Вот, но, видите, да, здесь уже такое. Ну и пробег, простите, в три раза. Более чем в три раза выше. Да, не забывайте отметить видео, подписаться на канал, нажимайте колокольчик, если хотите получать уведомления. И сейчас покажу вам ресурс, оценка ресурса масла. Значит, в эталоне я использовал данные с одного известного очень ресурса, широко известного в узких кругах ресурса. Там это масло показало щелочное из лаборатории 11.4, а кислотное 1.85. В общем-то, такие классические значения для полнозольника. Ну и вот, что получилось. Значит, Volkswagen провалился по нейтрованию. Ну, сами видели высокий уровень, 350 моточасов. По моющим нейтрализующим свойствам больше 600 моточасов. Ну и, видите, по вязкости тут 40 тысяч километров или 1700 моточасов. А по Ford моющим нейтрализующим свойствам, ну, я хочу отметить, что это все-таки вот это повышенное, очень высококислотное от присадки в топливо. Вот, и, значит, по нейтрованию здесь, как бы, намного лучше. Вот такая картина, любопытная для сравнения одного и того же масла в разных автомобилях. Вот, бензиновый, дизельный, ну, как видите, и тут еще многое зависит от конкретного состояния. От используемых фильтров, вот, от состояния топливной системы, в данном случае у Ford. Есть некоторые, ну, это не криминальные 1.23 пассажи. Значит, порог предупреждения в приборе установлен. 2% пассажа это предупреждение, то есть стоит отметить, стоит уже обратить внимание на этот параметр. И 3% это уже порог тревоги, это уже когда надо целенаправленно там, значит, заниматься проверкой топливной. Но здесь еще такой один нюанс есть, на что указывает производитель оборудования, что сажу, конечно, надо измерять в динамике. Потому что, может быть, такая картина, что потаскала машина прицеп или какую-то тяжелую работу выполняла, в горы заехала, и уровень сажи резко нарос. Вот, а потом уже остается более-менее на стабильном уровне. Вот, он будет стабильно высокий, и только следующий анализ покажет, нарастает он с такой же скоростью или он, ну, как бы, уже плавно там растет. Здесь вот для оценки топливной более точной надо, конечно, через некоторый промежуток времени делать повторную проверку, и тогда будет понятно. Вот, потому что сажа может нарастать, как я уже говорил, там, от тяжелых условий, там, например, бездорожье какое-нибудь, там, если эксплуатируется автомобиль в качестве, там, буксира, прицепа какой-то, или горная местность, высоко над уровнем тоже, значит, повышенная нагрузка на автомобиль может привести к образованию повышенного уровня сажи топлива. Ну, вот, такая получилась картина, мне кажется, любопытна для общего такого развития и понимания. Благодарю, Вячеслав, за предоставленные образцы, всех, кто посмотрел данные видео. Благодарю за это, желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока!